Оказывается без рукавиц, потому что телефон зазвонил, в рукавицах ты его не возьмешь. Поэтому пока ты пять минут идешь разговариваешь по телефону, руки обветриваются очень сильно, иногда обмораживаются немного, и домой приходишь, они как бы шершавые становятся, неприятные. С Алисой согласятся многие, кто на себе ощущал температуру ниже ноля. Только вот в квартире хоть и можно согреться, но есть и другая нагрузка, которая оказывается на верхний слой кожи – домашние дела. Хлопоты хоть и приятные, говорит Алиса, но все же требуют сил и времени. Убраться, да еще и отопление недавно дали. После такого кожа рук не такая бархатистая, как в рекламе косметических средств. У мужа, да, тоже проблемы с руками имеются, хоть он посуду не моет, полы не моет, в общем-то, работает с бумагами. На улице мы все ходим, воздух у нас один, поэтому проблемы, конечно, у мужчин, мне кажется, даже больше проблем с руками, чем у женщин, так как кожа грубее. Вот, спасаемся тоже кремом, таким же мажу ему руки. Вот, ребенок так, как ходит сейчас в садик, тоже спасаемся кремом, только детским. Мы все без масок, без скрабов, это я все использую только на себе. Мужчин еще пока нет? Мужчины нет. Ну, мужчина, в принципе, сам-то не будет, муж мой сам не будет мазать, только если я ему ручки помажу, так что девушки, мажьте ручки своим мужчинам. Косметологи советуют всегда держать под рукой тюбик крема. Если кожа истынчена, шелушится, выглядит сухой, тогда самое время создавать особый барьер. Могу открыть секрет прабабушки моей, да, то есть она брала внутреннее свиное сало растопленное, наносила на кожу рук или других каких-то частей тела, либо еще как чего-то, да, наносила под пленочку и на ночь оставляла. Вы не должны пользоваться этим советом всегда. Почему? Потому что тем самым вы можете усугубить ситуацию. То есть вы для того, чтобы вот первый этап становления кожи, окклюзивный, должен соблюдаться каким образом? То есть вы должны на этикетке крема посмотреть, какие масла содержатся. Он более должен быть жирным, то есть окклюзия должна создаваться на коже. Вторым этапом, то есть вы можете попользоваться этим советом дня три. Значит, на втором этапе мы используем крема, который притягивает и удерживает влагу, воду, да. То есть вообще, опять же, мы смотрим на состав крема, то есть в креме должен содержаться гиалуроновая кислота, коллаген, эластин, какие-то аминокислоты. Вот, то есть этим кремом мы пользуемся каждый день. И на ночь мы, я рекомендую, после восстановления кожи, да, то есть вот после окклюзионного этого этапа, да, использовать крема, который хорошо восстанавливает липидный слой кожи. То есть, ну, опять же, это достаточно жирный и питательный крема. Если и такие варианты не помогают, следует обращаться к специалистам. Возможно, ваша проблема гораздо серьезнее. Наверняка у каждого дома есть крем для рук, но куда лучше, если этот самый крем вы сделаете своими руками. Тогда вы на 100% будете уверены во всех ингредиентах. Вариантов, из чего сделать крем, на самом деле, существует огромное количество. Здесь уже вы можете обращаться к интернету. И мы решили пойти по более простому пути и по совету героини воспользоваться ромашкой. Добавить в него еще масло жужуба, карите, ну и грейпфрут, скажем так, для вкуса. Давайте делать! Для начала 2 столовые ложки сухих цветов ромашки смешиваем со 100 мл воды и доводим до кипения. После этого варим в течение часа на среднем огне. Получившийся отвар необходимо процедить и добавить по чайной ложке масел карите и жужуба, а также 4 капли эфирного масла. У нас это грейпфрут. Все это тщательно мешаем. Доводим до однородной консистенции и добавляем немного кашицы из ромашки. Так получится еще и скрабирующий эффект. Конечно, максимальный эффект будет заметен, когда нас совсем одолеют морозы, но уже сейчас могу вам сказать, что руки стали более гладкими, мягкими. Но еще хочется сказать, что пахнут они просто потрясающе. Не мерзните этой зимой и берегите ваши ручки. Давали ценные советы Анна Троегубова и Константин Фролов.